После взрыва газа в многоквартирном доме трое погибли и восемь человек пострадали. Такова легенда очередных учений МЧС, но похожие ситуации, к сожалению, случаются в реальной жизни. С подробностями из Новоульяновска, Ксения Грищенко. Вой сирены, автомобили скорой и газовой, пожарные. На месте трагедии все службы Новоульяновска. Жители обнаружили концентрацию газа. По прибытию газовая служба зафиксировала превышение газа свыше 1%. Предошел взрыв. В результате обрушения, то есть погибло 3 человека, получили травмы различной степени тяжести 8 человек. Произвести эвакуацию и поиск пострадавших, как поняли меня прием. К сожалению, выдумка для тренировки специалистов МЧС очень похожа на правду. Ведь такие ситуации случаются в реальной жизни. Спасатели, несмотря на ливень, действуют быстро и слаженно. Тот самый момент, когда очень рад, что находишься не на месте этих ребят. Командно-штабные учения МЧС при вот таком сильном дожде. Как раз тот самый показатель того, как должны справляться настоящие профессионалы, настоящие спасатели при любых условиях. Очередной этап учений проходит не на тренировочной базе, а в обычном многоквартирном доме в самом центре города. Конечно, это тренировка. В реальности это все, конечно, там адреналин. Все быстрее, быстрее все происходит, все быстрее делается. Такие тренировки, они насколько необходимы? Конечно, необходимы. Потому что приходят молодые специалисты. Им необходимо тренироваться, чтобы в реальных условиях они чувствовали себя достаточно комфортно. Такие тренировки проводятся в регионе каждые три месяца. Причем в разных районах. В муниципалитетах разрабатываются планы командно-штабных учений. Привлекаются все звенья участники операции, чтобы спасатели всегда были готовы вовремя и результативно прийти на помощь. Ксения Грещенко, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Из Ново-Ульяновска.